Оксана Шемсудинова больше не могла жить в вечном страхе за себя и свою семью. Со слезами на глазах вспоминает 8 лет под обстрелами. Самарская область приехала с двумя сыновьями. Одному всего 7 месяцев, второму 7 лет. В Горловке остались старшая дочь, мама и свекровь. Женщина даже не могла связаться с близкими людьми до этого момента. Поэтому хочется хотя бы слышать, знать, что они живые, а связи вообще нет. Спасибо большое, вот мне подарили телефон. Буду с ними связываться, теперь хотя бы знать, что у них там все нормально. 25 февраля в пятницу поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область. Людей распределили по временным пунктам размещения. Один из таких – база отдыха Дубки. На протяжении всего времени людям оказывалась медицинская, юридическая и даже психологическая поддержка. Кроме того, специалисты миграционной и социальной служб помогали в оформлении документов, получении соцвыплат. На этот раз нотариальная палата Самарской области привезла игрушки для детей и средства связи для взрослых. Мы совершали бесплатно нотариальные действия на протяжении многих месяцев. И в этот раз мы также вынесли в тот же день, когда они прибыли, решение правления об освобождении от уплаты тарифа. Большая его часть за все виды нотариальных действий, которые они будут совершать у нас на территории. Они ушли, но когда он приходил домой, эти глаза были страшные, понимаете, то, что он видел там. Он, конечно, не все нам рассказывал, но как он пришел домой, у него вся, он был связист, вся спина была порезана осколками. «Пять историй о войне» – это новый документальный проект. Его организаторы – общественные и нотариальные палаты Самарской области. В чем его суть? Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР рассказывают о своих историях геноцида со стороны украинских властей. Первый формат – это видеоинтервью. Они согласились нам рассказать о их жизненных историях, где они являются непосредственными участниками, которые, в общем, документально подтверждают, что наше присутствие на территории Донбасса было не просто необходимым, оно было жизненно необходимым, потому что это касалось жизни, здоровья и будущего целых огромных территорий и людей, которые на них проживали. По итогам проекта выйдет печатное издание, в котором будут опубликованы фотографии, предоставленные жителями ЛНР и ДНР. Главная цель проекта «Пять историй о войне» – с документальной точностью рассказать о причинах специальной операции вооруженных войск России. Он выйдет уже на следующей неделе. Елизавета Должикова, Дмитрий Алатрыцев, Новости губернии.